добрый вечер господа меня зовут максим вы на канале за квайс я только что снял ролик про книжный магазин и отдельно хотел бы рассказать про американские учебники для меня эта тема очень интересная потому что у меня маленький ребенок и я уже сейчас задумываюсь о будущем об обучении и собственно говоря где и чему будет учиться ребенок учитывая огромное количество разных негативных отзывов про америку вот которые получаю со стороны разных патриотов я хочу задать один единственный но принципиальный вопрос давайте отбросим стоимость жизни давайте мы отбросим стоимость бензина давайте мы отбросим политическую ситуацию давайте мы просто зададим вопрос будущее будущее детей в контексте обучения все мы знаем что в россии обучение уничтожено полностью сейчас велеть егэ я сейчас читаю кучу материалов про результаты тотального диктанта читаю результаты о безграмотности абитуриентов которых набрали на факультет журналисти в мгу это чудовищно это крайне чудовищно современные российские учебники ко мне в руки еще не попали я смотрю только какие-то избранные кусочки вот но определенную картину для себя его сложил с другой стороны официальная пропаганда утверждает что в америке крайне низкий уровень образования и все очень плохо в образовании все это конкретно ложь и лажа в америке существуют школы куда ваш ребенок даже если он иммигрант то есть приехал с родителями у которых нет green карты и пока родители ожидают форме документов можно сразу ходить в школу мгновенно сразу ходить в школу и получать такое же качественное образование как и американские дети частные школы отличается от государственных только тем что в частных стоит преподаватель которые четко там вдалбливать ребенку и чтобы не отвлекался на какие-то посторонние вещи в государственных если ребенок хочет учиться он учится если он не хочет учиться он не учится примерно то же самое как у нас было при советском союзе начнем с учебника астрономии вы наверное уже забыли что это такое потому что школах у нас астрономию в россии уже отменили давно у нас сейчас вводится закон божий у нас закон дарвина отметается как неугодный рпц и соответственно у нас скоро в кох будут учить что земля стоит на трех слонах и ты стоять на черепахе и все это плывет в итлеане а вот этот учебник американской астрономии кто учился при советском союзе помнит что советский учебник был приблизительно в половину формата и тоньше в два раза а вот этот американский учебник астрономии я снимал у любопытством его пролистал потому что я в детстве ходил в планетарий читал книжки зигеля мне это было крайне интересно да тут еще есть такая фишечка в конце в учебник обложен интерактивный сидером вы можете ставить его компьютер загрузить какие-то программы тут еще система обучения что-то интересное там я к сожалению не могу встать потому что у меня матвин тоже а здесь подвинутся рассчитано вот и вот такой вот замечательный иллюстрированный учебничек первое что бросается очень классная полиграфия и очень просто полный материал то есть вот весь курс астрономии и даже больше того что было при советском союзе здесь рассмотрен качество иллюстрации просто отменно здесь не поступили на полиграфию на все самые интересные фотографии из телескопа хаббл из других телескопов из воеджера вот все 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 что находилось вот доступного для создателей учебника они все это сделали сделали качественно классные фотографии на отличной полиграфии в конце каждого топика идет идут контрольные вопросы которые надо ответить то есть для закрепления материала то есть это очень хороший и очень качественный учебник который достаточно подробным языком все это описывает идем дальше это вторая часть астрономии вы когда не такое видели то есть была первая часть а это вторая часть астрономии для тех кто хочет более глубоко изучить этот предмет по толщине полтора раза толще пожалуйста это кто хочет углубленно изучать тоже качественная полиграфия иллюстрации очень хорошо подан материал идем дальше химия вот этот учебничек по химии тяжеленький такой толщина вспомните у нас был учебник не хронической химии по моему 8 класс 9 класс 10 и 11 4 учебника значит и есть это что-то забыл из прошлых курсов соответственно очень долго напрягал свою память пытаясь это вспомнить здесь все собрано в одном учебнике как это должно быть то есть фундаментальное нормальное издание хотя но сделать для школьников очень просто очень все интерактивно и просто сделано значит давайте мы полистаем вот пожалуйста прямо с самых азов вот у нас прямо самое начало буду перелистывать все предельно просто для школьников это наступительная часть здесь идет а вот пошло собственно говоря изучение вот нас таблица менделеева а вот сделана хитро вот такая вот вставочка прозрачная значит сразу вы накладываете видите где у вас металлы где у вас галогены где у вас что то есть вот так раз наложили все очень просто то есть люди которые составляли учебник четко понимали что они хотят добиться ну и дальше смотрим значит все здесь разобрано на интересных примерах чтобы заинтересовать школьников то есть вот грубо говоря если мы изучаем вопрос о кислении металлов в кислотах то есть здесь рассматривается пример как кинут центовую монетку там и что с ней произойдет если она полежит кислоте там какие-то реакции соответственно дальше идет формула и так далее очень интересно решена проблема с расчетом формул многие не сразу понимают как эти формулы рассчитываются поэтому в примерах здесь вот где идет здесь прямо сразу зачеркнуто в этой формуле где примерно расчет идет чтобы школьник понимал как этот формула рассчитывается где мы выбираем из числительный знаменатель лишние компоненты что в результате мы получаем и тут этих примеров очень много я к сожалению химия проходила очень давно поэтому многие вещи подзабыл опять же подходим к каким-то циклическим углеводородом здесь не просто какой-то пример абсурдный там а там идет процесс вот смотрите вот фотографии спейс шаттла который летит у него используется в качестве топлива диметилгидрозин вы знаете что это такое в школе там этого не рассказывали а здесь вот рассказывается диметилгидрозин используется компонент ракетного топлива космического корабля приводит свою формулу а дальше идет задание посчитать там что-то вот с этим делом согласитесь любой бы школьник бы советский бы школьник бы если бы предложили примерно такой же пример с удовольствием бы сел бы и пытался бы с этим разобраться ну и соответственно пример вот таких цикличные ароматические углеводороды то есть вот пример тут был с кроссовками пахнут кроссовки что с этим получается и так далее то есть учебник крайне интересный и крайне любопытный то есть даже если что-то забыли вы можете пролистать назад посмотреть что там было раньше и потом опять вернуться сюда то есть ну и конец учебника он просто у меня вызывает умиление восторг потому что в конце здесь конечно уже другой уровень это не десятый не одиннадцатый класс даже школы с ссср я считаю что это уже начало институтского курса вот потому что здесь очень достаточно серьезно тут уже переходим к биохимии вот вот это вот такой у нас учебничек что-то у нас еще есть физика вот такой толстый учебник тоже все в одном начинаем с классической ньютонской физики потом переходим к электротехнике магнетизму рассматривать все эти нюансы вот этот массив ньютонской физику рассматриваем все нюансы вот опять же это у нас здесь потоки турбулентность из школьного курса советского турбулентность была вычеркнута по моему в семьдесят девятом году и уже больше не было в учебниках вот термическая физика и так же все на очень хорошей бумаги с очень хорошей полиграфии с очень подробным рассмотрением всего материала вот у нас оптика пошла все здесь рассматривается есть вы что-то забыли опять в конце учебника перелистали назад вернулись и смотрите что у вас там делается и наконец математика вот это вот у нас учебник алгебры тоже вот такой вот толстый и также все фундаментально здесь рассмотрено вот все полностью вот аудебра предмет сложно поэтому я не буду людям голову забивать ей вот а теперь ответьте пожалуйста на вопрос где система образования лучше а где система образования хуже и где бы вы хотели чтобы учился ваш ребенок оставайтесь с нами на канале смотрите за анонсами принимать участие в розыгрышах и конкурсах и подписывайтесь на канал удачи